Да, ребята, всем привет! Новый влог из Москвы. Понял, понял? Ну ладно, что уж говорить, так не будем выделять этот влог, потому что я их постоянно очень много снимаю. Выделим только то, что мы с подружкой и я тебе опять делать маникюры. Ну как ты проходила со своими длинными ногтями? Тебе нравилось? Слушай, это сложно. Я до сих пор какие-то вещи плохо делаю, типа там невозможно самостоятельно вообще что-то застегнуть, серёжки и так далее. Печатаю, мы постоянно с ошибками из-за этого мне приходится ногтями печатать, это очень неприятно. Ногтями печатать? На клавиатуре, а на телефоне я подушечками вот так делаю. Да, неудобно, постоянно не туда попадаю. Очень тяжело пароли вбивать, потому что там должна быть максимальная концентрация. Как коррекция делается? Они подпиливают или они полностью снимают и заново наращивают? Нет, конечно же нет. Это было бы новое наращивание. А что они делают? Тебе, получается, спиливают полностью вот этот гель-лак, который наверху, получается захватывают немножко ну, акрила этого геля, акрил или что там. И видишь, где у нас отрастает, они туда накладывают и сверху ещё один слой акрила накладывают, и всё. И опять подпиливают. А длина уходит из-за этого? Ну, она у тебя спросит, типа, длину оставляем, ну такая, какая у вас была, типа, укорачиваем настолько, насколько отросло, ты такая, ну да. Ну вот, сколько тут, блин, 2-3 миллиметра. У меня, кстати, побольше, мне кажется. Да. Хотя хрен знает. Да, давай одинаковые пальцы смотреть. Ну да, фиг знает. Да нет, одинаковые. У нас вообще абсолютно разные пальцы. А, ребята, вы же меня не видели с тёмными волосами. Ну, точно, точно. Ну как? Ну, прикольно. Мне нравится, это почти твой цвет. Ну, нет, ещё темнее было бы. У нас одинаковый цвет натуральных волос, мне кажется. Ну, мне нравится. Ну да, ну нет, у тебя более, знаешь, у тебя более холодный, мне кажется, а у меня более тёплый, типа, более в коричневый уходит такой. Сейчас мы едем на маникюр, педикюр. Интересно, как нам будут делать маникюр и педикюр сразу? Я думаю, вряд ли. Я думаю, сначала маникюр, потом педикюр. Ну, главное сидеть как подружки. Да, я тоже так думаю, главное сидеть как подружки. Ну, я просто не уточняла, что нам надо сразу, типа, и то, и то делать. Я спрос сказала, что нам надо... Ой, тормозите блюзи. А, хорошая, ты что? Я всё сидела. Блин, всё ещё жарко. Вот, я, кстати, забыла тебе дать твой чемодан. А я тебе взяла твой этот. Камеру? Я хотела тебе сказать, типа, возьми камеру. Я планировала взять чемодан, а потом я уже вышла и подошла к лифту, думаю, блин, чемодан. Но я подумала, ладно, пофиг уже, потом передам. Ну, там завтра, сегодня, неважно. У Карины вышла маска, прикиньте. Так что вообще и у Славы тоже вышла маска. У нас у всех вышли маски. Чтобы их протестить, зайдите ко мне, найдите у меня там в подписке Слава Васил, Слава нижняя подчёркивает, Васил, и найдите Карину, Карина Каспарянс. Вот, у Карины аж целых две маски. Она у нас самая модная, самая крутая. Я сама одну сделала, моя хорошая. Слава тоже разбирался с этой программой? А что он решил забить? Не знаю, он просто решил не делать такие маски, типа, которые ты выпустила свою. Блин, мне просто кажется, я сама сделала. У меня, вот ты говоришь то, что вот, типа, я нигде не видела идею со свайпом. Я до того, как ты сделал вот эти пальцы, я хотела, знаешь, какую сделать? Ну, ты сейчас украдёшь эту идею, конечно. Ты так, как я тебе делаешь? Да ладно, слушай, слушай, что. Я хотела маску, чтобы над башкой горела, типа, неоновым свайп-ап, чтобы тапом менялась нью-пост, типа, понял? Это крутая идея сделать, но вот её могут не подтвердить. Знаешь, почему? Потому что мне сначала не подтвердили мою маску, вот эту мою именно, потому что название было свайп-ап. И я смотрю, не одобрена, думаю, что за фигня, неужели она настолько убогая, что её не одобрили. Я пишу этому парню, Ярославу, да? Да, да, да. Который нам делает маски. Типа, что за фигня, почему мы могли не одобрить? Потому что явный призыв к действию. И типа, свайп-ап не дали мне назвать маску, поэтому я заменила на линк. И сразу за три секунды я изменяю, сразу одобрили. С ума суть. Поэтому, может быть, можно попробовать? Это крутая идея. Сейчас мы работаем над моей второй маской. Сегодня мне Ярослав должен прислать уже варианты. Ну, я скажу так. Посмотрела я на твою маску с ресничками и поняла, что я не хочу добавлять реснички. Я реснички его попросила поменять. Да? Да, я заметила, что вот это внизу он зря сделал, а я не заметила. Я ему сказала, пришли, он в фотошопе рисует реснички. Рисует. Рисует, да. И накладывает на маску. И ты можешь, в принципе, нанять офигенного художника, который тебе сделает реснички. Ну да, он наложит. Например, как у Лены Темниковой. Ты видела, какие у него маски? Я с ума скажу. Нет, я на него не подписана, поэтому сюда, да, сейчас надо? Да, да, ну да. Поэтому мне пофиг, как бы. Но я ему сказала, ты мне нарисуй, я одобрю реснички, и ты их наложишь на эффект, и можно эффект поменять. То есть это не проблема. И мы это сделаем. Ну то есть да, она не идеальная, но я, если честно, этого не заметила. Сначала мне нравится безумно, сейчас загрузила в сторис, и там такая красотка бабушая. Кстати, я с твоей маской не такая красивая, как я со своей маской. Потому что под наши пропорции делались. Да. Поэтому... Ну типа твоя нос не уменьшает. Уменьшает, ну совсем чуть-чуть, потому что если я буду уменьшать нос сильно, он у тебя, да. Но, кстати, вот во вторую маску, которую я хочу выпускать, мы не будем так сильно нос уменьшать. Еще мы немножко увеличим губы, но не сильно. Главное с этим не перебарщивать, потому что тут очень-очень-очень тонкая грань. А еще я хочу заметить, что мы обе в спортивном стиле. Обе в филс. И слушай, Билли. Сейчас, значит, выхожу я к тебе уже, мне звонит подписчица. Да, он у нее твоя номер. Ну вот так. Она мне просто звонит, говорит, Коля, привет. Трубку не бросай, у меня сегодня день рождения. Поздравь меня, пожалуйста. Я говорю, поздравляю. А я такая, типа, что за нахрен вообще, какого фига. Я-то поздравляю всей души, Вася. Ну просто, почему ты звонишь на мой номер? Откуда мой номер? Ты сказала, поздравляю. Или ты сказала? Да, я сказала, поздравляю. Вот так. Вот. И она такая говорит. Я говорю, откуда у тебя мой номер? Она такая, да, в группе ВКонтакте взяла. Говорю, скинь мне ссылку. А она говорит, а как? Я говорю, ну на телефон ты же мне звонишь, типа. Такая тоже смешная. Ну ладно, че уж. Блин, знаешь, мы расстраиваемся иногда, когда негатив пишут. Но когда вот так, ну ты пообщаешься с каким-то человеком лично, который так ужасно лезет в твою жизнь, ты понимаешь, что, ну, есть неадекватыши. Это ты про эту девушку, которая позвонила? Ну да, ну вообще в целом. Ну это не про... Ну блин, я могу... Слушай, ну это то же самое, если бы у тебя был номер Джастина Бибера, ты же понимаешь? Я бы ему не позвонила. Ты уверена? Да. А если бы он даже взял такой, типа, hello, типа, hi? Я бы не позвонила. Я могу к нему подойти, если я его увижу на VLA, это нормально. Я считаю, ко мне подходят, я радуюсь, но я бы не позвонила и не написала. Ты сто косарей мне даешь на то, что был бы у тебя номер, он тебе говорит, просто продюсер подходит, слушай, хочешь позвонить Джастину Биберу? Вот мой номер. Он предложил, продюсер его предложил. Нет, не его, просто другой какой-нибудь продюсер говорит, блин, у меня есть связи, типа, с Джастином Бибером, хочешь ему позвонить? Он, типа, я знаю, что он сейчас сидит, там, в носу ковыряет и возьмет трубку. Да ты гонишь. Ну подожди, ну нет. Ну зачем? Что я ему скажу? Hello, Джастин. I'm your fan. Он такой, ok, thank you, bye. Не, я бы не позвонила, даете столько косарей. А зачем тогда вы мне звоните? Зачем? Мы едем в Макдональдс. Я повторюшка, дядя Хрюшка. Говорю, я буду чизбургером, она говорит, два чизбургера. Я говорю, я буду апельсиновый сок. Она говорит, давай апельсиновый сок. Да блин, я бы с удовольствием съела Биг Мак, но он большой, я за рулем не смогу его есть, к сожалению, моему великому. А вообще, мне постоянно говорят, что я за тобой повторяю, поэтому реально лучше буду повторять, чтобы хотя бы, когда меня об этом обменяли, я могла сказать, да. А мне говорят, что у тебя видео интереснее влоги. Ну, потому что я запариваюсь на... ну как, знаешь? Вай-вай, работа кипит, как Маша сказала, столько работаешь. Просто я делаю музыкальные фигнюшки. Это люди почему-то любят. Я сама их люблю. Я не знаю, почему я не люблю эти штуки. Ну, у тебя другой тип, но это тоже круто. Я когда смотрю твои влоги, я не думаю, блин, как скучно. Нет, я так не думаю, почему нет музыки. У тебя просто, знаешь, ты работаешь больше на количество, и людям это нравится. Они кайфуют, что у тебя выходит неделя влогов. Я работаю не то, чтобы на качество. Я бы не сказала, что это качество, просто это по-другому. Это другой стиль. Это вот я, ну, вот, ну, вот, понимаешь? Нет. И то, и то хорошо. Просто разные мы, разные влоги, понятное дело. Просто не то, чтобы я там работаю на количество только. Мне нравится, когда я часто выпускаю, мне нравится болтать, потому что я знаю, что хорошо смотрят. Ну, так не все пишут. Ну, да, сейчас стало. Ну, несколько человек может написать, там, два-три человека. Ну, вообще, вот я в последнее время, вот, на последнем влоге каком-то, я видела два человека, по-моему, или один человек. Ну, короче, либо два комментария, либо один остынет. У тебя очень много просмотров сейчас, особенно если название что-нибудь. Спасибо, классное напишешь, сразу так знаешь. И на обложку еще надо ставить, и все. Ну, блин, когда жесть происходит, тогда я и пишу жесть. Вот это я не люблю, типа, меня ограбили. Литбейт и в пустоту подняли. Да, да. У меня украли 3 миллиона, или сколько там? Жизнь — это еда. Я живу ради того, чтобы есть, а не я, чтобы жить. Ужас. Так сидит Карина. И так же я. Коррекцию делаем. Ножки, ручки. У тебя будет черный на руках и на ногах, да? Да, да. Белль-Геру. Ты Блокстар и Геру. А я, короче, решила, что на ногах у меня будет френч. Ни разу жили, не делала френч на ногах. Но мне кажется, это очень красиво выглядит. Вот смотрим. Но я думаю, что будет неплохо. Вот. А на руках я хочу сделать стирку под жемчуг. Смотрим богемскую рапсодию. Очень рада. Сделали педикюр мне уже. Я захотела френч сделать. Если вы думаете, что это вот это такое, вот это. Это после фестиваля Таврида, когда я говорила, что моим ногам жесть. Это все я натерла. Ноги так, представляете? Ужас, тут везде все натертое до сих пор проходит. Так что не обращайте на это внимания. Смотрите только на мой френч на ногах. И вот такие ногти сделали. Белые с фтиркой. Белые и черные сделали. Да, вот мои. Но у меня как бы не белые, у меня типа... Ну, белый перламутр. Перламутр. Да, похоже на белый. Блэк Стар. Цвета строения, черный. О, надо ее включить. Короче, сейчас мы приняли такое решение заехать к Карине в гости. Поехали. Осторожно. Ромай. Мы уже на районе. Хотели посидеть в парке. Не оказалось места. Потом оказалось, но мы уже в тот момент забили. Да, надо место для машины. В парке нет места. Вот, сейчас всю дорогу ехали, болтали про всякие проекты, рабочие моменты какие-то, деловые, про днюшки болтали. Да, у меня скоро. 23 мне годик исполняется. Вот это да. Карина же думала, все, отмечать, не отмечать. В итоге решила не отмечать. Свалить куда-нибудь. Да. Вечно ты так делаешь, поэтому я тебе подарки на день рождения не дарю. Потому что Карина всегда уезжает на свой день рождения и не отмечает. А я просто не буду так тебе подарок дарить, если ты праздник мне не устраиваешь. Ну вообще, мне кажется, что подарки близкие друзья должны, ну не должны, типа, но принято дарить даже, когда не происходит дня рождения. Ну, типа, если бы ты не отмечала, я бы тебе подарила в любом случае подарок. Хорошо, ты ж ты. Ну, нет, было один раз, когда я тебе фигню подарила, плед, по-моему. Но мы с тобой как-то вяло общались. Сейчас же мы хорошо общаемся, поэтому я бы тебе подарила. Что ты хочешь, Гаврия? Ничего не хочу. Да нет, я не говорю, что мне нужен подарок, просто... Такая вещь, она вообще так не намекнула, да? Я не рада. Ну правда. Ну надо, что ты хочешь, какой ты хочешь подарок? Я хочу миллион долларов. Маса. Да шучу. Да мне все равно, я просто говорю, что это мой взгляд на жизнь. Нет, это правильно. Я говорю, типа, камеру мне дари, или там, я не знаю, сумку дорогую. Я говорю просто о каком-то знаке внимания. Это вообще можно. Вот, сейчас, короче, поднимемся к Карине. Посмотрю на ее бардак, она обещала, что мне понравится. И так понравится. Там просто у меня три сестры сейчас двоюродных. Они, кстати, уже улетают в субботу. А, да. Через два дня. И я вот жду, чтобы они ушли. Нет, не то, чтобы я жду, чтобы они ушли. Ну, короче, типа, они уедут? Я жду, чтобы убрать. А, вай, вай. В этом салоне, в котором мы сейчас сделали ногти, там есть валет. Как там? Да, да, да. Да, и у нас, короче, забрали машину. Отвезли ее на парковку бесплатную. Мы снимем клип на парковке тебе. Ты такая, как там тебя? Мне не до любви, ведь ты против нее. Под гипнозом я не боюсь высоты. Слушай, это круто вообще. Ну-ка, покажи, как бы я шла. Сними меня. Типа, снимают клипы, типа, в Афимоле, в авиапарке. А у нас своя. Ты будешь от меня уходить, а я буду на тебя идти. Зачем тебе оператор? Давай здесь вот так снимем, на влоговую камеру. Петя. Петя. Кстати, что хотел сказать, еще никто ни разу не слышал припев этой песни. Ну, может, ты его вставишь? Я подумаю. Не надо. Не то, чтобы он какой-то, типа, вау, дров не песню, а клип потом. Нет? Да, там минуты не прошло, как она зашла. Посмотрите, Вася, как тут жить можно. Я говорю, с таким ремонтом шикарным просто. Люди живут в никаких крутых условиях, понимаешь? У них идеально, Вася, чистота. Ну, там не от ремонта зависит, мои хорошие. Да, ну, блин, ну, реально, когда три ребенка дома, ну, это сложно. Я согласна, я согласна, я понимаю. Это там и им и место. Понятно, будьте там. У меня тут чемодан есть. Вот я снимала неделю назад свое шоу, а до сих пор он здесь. Ненавижу. Не знаю, куда его девать. Чемодан? Чемодан. А что за шоу? Ну, свое шоу, я с чемоданом хожу. Куча еды, тарелок всяких. А сейчас там куча? Сейчас там всякие жучки. Какие жучки? Ну, жучки, которые я заставляла есть своих гостей. Саша Кэт съела. Да? У тебя новые блюда появились, не понять. Ну, расскажи, что еще в комментах пишут. В комментах пишут, надо пожестче. Я говорю, вам надо пожестче? Вы с ума сошли, у меня беременная вырвала на шоу, а вам надо пожестче. Слушай, ну, беременные вообще любят порыгать. Это не совсем чистота, понимаешь? Ты просто сложила вот сейчас все на друг друга, но на самом же деле это все имеет свои места. Я же не знаю места, которые нужно. Я знаю. Почему готовить тебе не впадло? Потому что это вкусно. Ну, в целом, ты приготовил, ты гордишься своим детищем. А здесь чем гордиться? Тем, что у тебя, ну, не знаю, чаем. Чистота. Ну, вот мы разные подружки. Но зато у нас один стиль. Я сегодня голосовой записываю. Они чистые. Мама, когда что-то постирается, кладет мне вот сюда. И вот. Записывала голосовой. Юль, я типа в спорт стиле, давай тоже. И она надела. Молодец. А это стройка, смотрите. Это соседний дом такой же, третий будут строить. А вот там вот метро строят. Будет метро. Это же можно выкинуть, да? Не надо. Это не мое, это Сонькино. Вдруг она хочет увезти это с собой в октаву. Че это? Билет, билет Айлиш. Оставить? Да, мне кажется, Соня захочет с собой увезти как память. Там иногда у тебя складочки проявляются. Ну, я же тоже не идеальная. А вы еще подумали, что я идеальная. Конечно, ну, не идеальная там, но хоть есть место там, знаешь, положить ручку там. Потом уж сами разложите, протрете. Ну, вот мне так приятно. Спасибо. А что делать с этим шкафом? Сжечь. Я, на самом деле, сегодня буду делать ревизию с девчонками. И вот их трое мелких и мама. И я хочу прям половину попытаться... Ну, мне жалко, конечно, расставаться. Мне надо постараться половину шмоток им слить. Им классно, потому что половину вещей я не носила так, ну, много раз, да. А мне кайф, потому что я могу новые шмотки себе брать. Да, да, да. Я всегда... Мне так тоже сложно вообще расстаться с вещами. Кажется, что все нужно. Да. А что, знаешь, типа, когда я понимаю, что мне это не нужно, я кому-то говорю там, типа, да-да, я тебе это отдам. А потом ты думаешь, блин, теперь мне это так нужно. Да, да, да. Прямо сейчас. Мусор? Да. А это коробка мусор? Да. Ты грезила сюда приехать, да? Грезила. Чтобы убраться чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть, мне не надо сейчас. А вот здесь у меня еще что есть. Непонятно. Ты когда видео снимешь про сумки? А, точно. Не было говорить? Блин, надо снять про сумки. Да. Ну, блин, на самом деле, что я буду говорить? Привет, вот эта сумка, ну, такая-то. Мне кажется, интересно. Нет, интересно, учитывая, что у меня на кругленькую сумму сумок. Ну, да, и в название напишешь сумки там на миллиард. Да, на миллиард миллионов. Не, на самом деле, у меня среди блогеров топовых очень скудный запас. Но нормальный, мне нравится. Эффекты, эффекты. А подними вот эта подушка. Подушка? Вот, да-да, подушка. Что это? Ковер. Атмянский какой-то? Ну, я брала его откуда-то с арабских стран, но это угарно, мне кажется. Очень. Хорошо, ему же здесь самое место. Доби, Доби получил носок, теперь Доби свободен. Приятно, гордишься. Вот я, наверное, ну, сколько, 10 минут тебе потребовалось. Ну, если бы я знала, куда эти вещи складывать по ящикам и так далее и тому подобное, что можно выкидывать, что нет, было бы еще чище. Я бы все разобрала быстренько. Я быстро разбираюсь, я могу, типа, за 10 минут пробежаться по квартире и просто все на свои места расставить и уже чисто, остается только, грубо говоря, пропылесосить, протереть пыль. Вот бы мне твои скиллы. Да что вы там такое? Они же красивые эти перламутры. Я, кстати, не знала, что я хочу такие сделать ногти. Да, мне нравятся. И черные мне нравятся. Черные всегда круто. Ну, типа, когда не знаешь, что делать, можешь всегда сделать черные, всегда будет круто. Ну-ка. Так что, какие видео от тебя ждать в ближайшее время? Это тебе я беру интервью. О! Ну, вообще, я... Тяжело сказать. У меня плана особого нет. В Лондоне снимала очень много. Лай, сколько у тебя влогов будет в Лондоне? Ну, мне так 4-5 точно будет. Я хочу делать по 3 дня. Потому что неделю я с ума сойду монтировать, и она будет, типа, я буду хотеть все вырезать, потому что, ну, я же не могу на 3 часа влог сделать. Ну, это да, верно. Выпуск с Юлей получился очень угарный, но есть минус. Звук подвел очень сильно, и в какой-то момент Юлин микрофон перестал писаться, а мой писался. И поэтому после 10-й минуты где-то Юлин звук будет отстой, потому что она будет говорить, а мой микрофон будет писать. И мы думали даже переснимать, но потом подумали, эти же вопросы мы вряд ли возьмем, да, поэтому лучше мы снимем второй выпуск. Например, я с Оском, и ты будешь со Славой. Прикольнее будет. То есть лучше... Я вообще, знаешь, что думала? В какой-то момент в моей жизни мне вопросы уже нельзя будет задавать. Поэтому я думала тебя пригласить как ведущую и у кого-то, чтобы ты играл. Баааа, и вот это интересно. Ну да, тоже, ну, как бы, блин, сколько можно вопросов тебе задавать? Гости-то меняются, а ты нет. Поэтому каждый раз могут быть одни и те же вопросы. Ну, уже сложно придумать что-то, чем удивишь народу. Так вот, и чё, как бы у нас сегодня четверг, завтра пятница, должен выходить выпуск. Но он, скорее всего, не видит, потому что, ну, там сложно не монтаж, давай скажем, да? Нет, ну, тут просто суть в том, что монтажёр, может, она занята, может, я не знаю что, но она не может мне в нормальном выпуске монтировать, отдавать вовремя. Я не могу её винить, потому что я сама Лондон уже монтирую миллион лет, но при этом я понимаю, что я-то сама себе хозяин, а она не сама себе хозяин, а она меня очень подводит. Яночка, ты чего, с ума сошла? Я сегодня буду с ней разговаривать. У нас с ней достаточно дружеские отношения, поэтому я не хочу ей предъявлять, я просто хочу сказать, что нужно делать всё вовремя, потому что я получаю шишки. Мне все говорят, надо ответственней относиться к своему проекту. А я думаю, я просто очень добрый человек, который не может сказать своему монтажёру, Яна, чтобы вот выпуск был сегодня и точка. И из-за своей доброты душевной получается вот так, что я не попадаю во все пятницы. Мне обидно, что я не могу попадать в срок, но на самом деле какой-нибудь КОВ, он вообще выставляет там две недели, а потом месяц может не выставлять. Да, но у него же нет такого же типа по пятницам каждую неделю. Ну, значит, я тоже удалю это. Это так сразу надо, знаешь, вот, либо у тебя сразу всё отснято, я просто, ну, каждый раз сама тоже, на эти шишки садилась, или как-то, я садилась как-то, набивала, ну, как это, шишки. На огне и те же грабли. Ну, да, так будет. На шишки садиться не очень хочется. Вот, и каждый раз, типа, говоришь, вот, типа, ребяточки мои сладкие, завтра там, в это время выйдет видео, а потом в итоге, у меня так с недели влогов было, я говорю, завтра в два часа дня, в итоге в четыре такая просыпаюсь, ой, я понимаю, что у меня ни обложки, нифига, ну, да, лучше либо не говорить, а с другой стороны хочется, чтобы люди ждали. Да, поэтому в таких случаях лучше, ну, реально сразу, чтобы на готове всё было, поэтому я Карине говорю, типа, давай это, ну, со мной пусть выйдет выпуск сейчас, вот, когда его сделают, потому что его сильно люди ждут, а потом выпускать другие видосики, и чтобы у тебя были на готове там, потом. Соглашусь, ну, в общем, конечно, сложно. А с другой стороны, я могу понять людей, которые реально приходят домой, думают, ой, сегодня выйдет видео у Карины, я хочу его смотреть. Просто у меня тоже такое бывает, я очень сильно злюсь, когда я там знаю, что вот сегодня четверг, сегодня выйдут пацанки, а я их всё жду-жду. Кстати, я начала смотреть, так ржу. Я тоже, бывает, злюсь, если там что-то не выходит, потому что я думаю, ну, как так, я же знаю, что сегодня должна выйти, я сегодня там себе уже чипсы купила. Да, я представляю, прикинь, Игру Престолов, типа, как бы, смотрели бы люди, а, и такие, типа, как не видеть сегодня, я этот билет в кинотеатр купил, попкорн купил, вот это всё, ну, да, такое. То есть тут тоже есть. Я понимаю это, я понимаю, ну, я думаю, если брать паузу, то, ну, как-то грустно, знаешь, чтобы всё намонтировалось, все выпуски. Кого ещё хочешь позвать? Я хочу позвать следующий съёмочный день Анастасис, Белова и ещё, может, даже двух. Может, Карину Аракелян ещё можно? Можно, кстати, хотела Белова с Аракелян позвать. И Анастасис с парнем думала позвать, а мы будем с Оском. Ну, в общем, это всё очень сложно, на самом деле, писать всегда стрёмно людям, потому что думаешь, ну, какого фига, типа, люди должны соглашаться, идти, хавать червей, хоть и сушёных и прочее-прочее, раскрывать свои секреты, сколько они зарабатывают, кого они ненавидят. Ну, мне очень стрёмно писать, особенно тем, с кем я... Особенно тем, кто выше меня по рейтингу, потому что мне кажется, что они такие думают, Каспарянс, это что, вообще, в прошлый век не пойду. Но я, наверное, ошибаюсь, это в моей голове, потому что вот Алена Веном с кайфом пришла ко мне, Наташа ещё тоже с кайфом, ты там, все, ну, типа, все пришли с кайфом, кто пришёл. На самом деле я, вот, типа, меня тоже, бывает, зовут в какие-то передачки, ну, типа, шоу, блогеры, всё такое, я максимально за то, чтобы мне нравился проект, то есть меня не столь волнует, сколько подписчиков на этом канале у этого блогера, меня больше волнует сама идея шоу, потому что, ну, типа, блин, вот реально, я всегда так думаю, если не хочется, ну, лучше не делать, если вот не... это как, знаете, кому-то какое-то одолжение делать, вот если тебе совсем не хочется этого, ну, лучше не делай, лучше вообще ничего не делать. Вот то же самое у меня с некоторыми, там, приглашениями в шоу. Ну, вообще, как делатель шоу, я тебе скажу, что гораздо приятнее получить одновременный, единоразовый отказ и очень сильно извиниться, объяснить хорошо причину, чем когда мутузят, типа, ой, да, но потом такие, в день съёмок пишут, ой, нет, были такие. Я знаю, да, но я стараюсь так никогда не делать, поэтому я обычно... Я могу сказать да, а потом через пару дней сказать, ой, извини, не получается. Ну, разные бывают ситуации, но в день съёмок... Ну, у меня было такое, что я в день съёмок отменяла. Хотя нет, нет, в день съёмок у меня не было, у меня было, когда я за день до съёмок отменяла. Но всё равно неприятно. На самом деле, за день это ещё по-божески. Ну, да. Ты можешь найти замену за день. Да, ну, у меня были причины на отмену, потому что меня звали в очень непонятные для меня проекты, и потом, когда я узнавала всю суть этого проекта, почему-то я узнавала это за день до съёмок, я говорю, типа, вы что? Ну, я была уверена, что это вообще другое. Меня звали сниматься в журнал. Съёмка для журнала. Название говорить, конечно, не буду, но не такой журнал, который вы, типа, в магазинах увидите. Вот. И, короче, должны были меня снимать с каким-то медицинским предметом. Очень странно звучит. Но я о чём подумала, что это будет тематическая съёмка, я буду медсестрой. А потом оказалось, что, типа, я должна аж чуть ли не рекламировать какую-то, ну, медицинскую фигню, которая в аптеке там вроде продаётся. И я говорю, ой, нет, извините, ну, я переживаю, я такое не хочу, и ответственность за это брать не буду, и вообще не знаю ничего про этот медицинский предмет. Да, я за день до съёмок, ну, сказал, извините, ну, очень жаль, ну, вот если бы сразу мне сказали какие-то такие подробности. А мне пишут, ну, вам сразу сказали подробности. И с подробностями скажут, что будет медицинский предмет. Армаз. Говорю, ну, ты расписал, конечно, конкретно. Жёстко это всё. Ну, конечно, да, это всё жёстко. Кстати, Адушкина вроде как согласна прийти. Да? Да, просто она капец какая занята. Я ей писала полмесяца назад, она сказала, да, я с удовольствием, мне идея понравилась, я посмотрела там половину выпуска с Халберами, угарно, всё классно. Но я думаю, что это будет из разряда того, что она супер занята, и она сможет никогда, либо это мне повезёт, если она сможет. Но я её не виню, потому что я вижу, наблюдаю за ней, вижу, сколько всего она делает, и как бы, понятное дело, что ты хочешь для себя стараться работать. Но, ну да, с её много. Она сказала, что шоу классное. Я ей сказала, Кать, если тебе не нравится шоу, не приходи лучше. Если нравится, то давай с кайфом что-нибудь замутим. И она сказала, ок, всё-таки занят не занят человек, но если человеку это очень интересно, он хочет, то он это, ну, придёт и сделает. Просто у меня такое бывает, что для некоторых я очень занята, ну просто вот пипец, извини, вообще никак не получается, вот так вообще не получается, никак. А для некоторых я говорю, да, хорошо, давай завтра. Или типа, да, давай сегодня. Ну то есть тут тоже такой есть момент. Я думала, что за фигню ты поёшь в своих песнях? Что ты думала, скажи? На Браном. Я тебя сейчас спрашиваю в Болгарии. Юль, ты хоть сама знаешь, что такое по набранам? Ты говоришь, да. Ты меня даже не поправила, что это по набранам. А я думала, ты правильно сказала, потому что я просто не услышала. Короче, у меня в песне есть слова «Эти эффекты по мембранам». А Карина думала, что там... На Браном. На Браном. Я думаю, что такое это за слово такое вообще? Это моя первая песня, в которой тебе сложно разобрать слова. Ты скриптовит. Точно. Короче, так уж вышло, что у Карины рядом с домом стройка, и у меня стройка рядом. Ну как вы считаете, мы в Москве просто живём, тут как бы каждый день, круглый год у всех стройка. Нет. Вот. И у неё кран видно из окна, и у меня кран видно из окна. Но у тебя, конечно, поближе, потому что у тебя соседний дом. А у меня дом через дорогу строится. И мы когда в большой комнате находимся, лежим, например, что-то смотрим по телеку, либо играем, Вива с нами лежит и, короче, смотрит в окно и видит там этот кран и начинает гавкать. Он её пугает жутко. Он сидит на нему, гавкает, и говорит, успокойся, это просто кран. А у кого-то из окна Красная площадь. Не у нас. Ну что, отвезёшь меня домой? Угу. Подожди, а что мы сегодня кушаем? Только Макдональдс? Угу. У меня есть борщ, вроде бы. Угу. Я вчера ела. Слишком много борща. Не могу так много есть. Ты часто суп ешь? Я бы хотела есть его чаще. Я люблю супы. 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 Теперь моё. Мммм. Ты знаешь, что колечки надо передавать вот так? Положить? Теперь бери. Ты только что не так у меня взяла колечко. Да пофиг. Бери. Я его заколдовала. Болезнь тебе передала. А если это правда? Ну не, не правда, что, конечно. Ты ведьма? Да. Потомственная. Мы, короче, с Надей ехали как-то недавно тут. И у нас перед машиной, короче, чёрная кошка перебежала дорогу. А я не знаю, типа, чё надо там делать, когда... Ну, если, да, веришь в эти приметы. Я не знаю, чё надо делать, когда чёрная кошка дорогу перебегает. И я, короче, такая показываю фиг и говорю, твоё дело тебе в тело. Знаете, так ведьмам, по-моему, говорят. Ну, так вот делаешь. И, ну, например, идёшь просто вот так вот. Если знаешь, там, что ведьма. Думаешь, что это ведьма. И говоришь, типа, твоё дело тебе в тело. А Надя, короче, в этот момент за пуговицу кофты взялась. И мы сидим просто как две дуры. Она за пуговицу держится. Я такая, твоё дело тебе в тело. Просто кошка перешла дорогу. И я говорю, ты чё там делаешь? Ну, за пуговицу взялась. Типа, так надо делать, когда кошка. Вроде бы как надо. Я говорю, я вообще не знаю, чё сделать. Вот это да. Тогда ничего не помню. Тогда твоё дело тебе в тело. Я не знаю, что работать на кошек. Мне вообще пофиг. Может, просто как, типа, тв-тв-тву. Может, так она будет делать? Я просто еду. Сбиваю кота. Она там, чтобы беды не случилось. Ладно, камера садится, так что... Поехали. Домой. Я знаю, что я ошарашеный. Да нет, я думаю, ничего необычного. И вам пофиг. Короче, я уже приехала домой. Точнее, Карина меня довезла до дома. Я смыла косметику. А точнее, я смонтировала полностью видос, который вы сейчас смотрите. И, конечно, я не записала конец, но так и планировалось. То есть, я планировала ещё дома снять. Поэтому я решила сначала смонтировать, потому что камера села. Ну, вы слышали. Вот. Смыла косметику, нанесла маску как раз, чтобы и прыщами не светить. И полезное дело сделала. Как всегда, я с ободочками. По-моему, вообще вот так просто супер. Карина прислала мне выпуск вместе со мной, который должен был выйти на её канале, её шоу без шансов. Мы его посмотрели. Ну, отдельно, друг от друга, конечно же. И, в общем-то, грустно это вам сообщать. Но выпуск со мной не выйдет в эту пятницу, потому что он вышел безумно скучным. Очень не хочется, чтобы такой ожидаемый выпуск просто провалился, потому что он реально, ну, не очень. Много факторов сыграл свою роль. Во-первых, в тот день я была... Это был на следующий день после того, как я сделала себе губы. У меня были синяки большие. Я была не то, чтобы там без настроения, но я очень переживала за то, что синяки будут видно. Они у меня очень сильно были замазаны помадой, тоналкой. И то всё равно их было видно, просвечивалось. Но даже не это сыграло роль. Больше сыграло роль, наверное, то, что звук очень плохой, потому что я сейчас, когда смотрела выпуск со мной, я уши себе всё сломала. Хотя выпуск нормальный, то есть там нет ничего такого, что я бы там могла сказать Карине, типа, ой, вырежи, пожалуйста, ну, давайте всё-таки не будем выставлять какие-то моменты. Такого нет, но, блин, просто очень скучно было смотреть. И Карина тоже посмотрела, говорит, что это жесть. Типа она с трудом вообще посмотрела. Потом я ещё снималась третья в тот день, после Маши Хребко и Наташи Ищук. И у нас постоянно разряжалась камера, мы постоянно на это отвлекались. Ну, в общем, короче, не пишите ничего Карине, никаких гадостей по этому поводу, потому что мы просто не хотим, чтобы её шоу превратилось в какую-то там обычную рубрику, ни о чёмскую, обычный очередной выпуск, видосик, там, типа, с Юлей. То есть хочется сделать это на высшем уровне, чтобы это было смешно, чтобы ваши ожидания оправдались. И поэтому он не выйдет. И не надо думать, что там были какие-то суперкрутые вопросы, и как жаль, что вы не узнаете на них какого-то ответа. На самом деле, реально, выпуск получился очень скучный. Так что, короче, не обессудьте, братки, братаны, хочется реально, чтобы вышло от души. Я безумно, на самом деле, не хотела, чтобы выходил этот выпуск из-за звука. Так что вот, вроде бы это все новости, которые я хотела вам рассказать. Ах, подождите, Вивочки не было в этом видео. Мам, минутку, он ещё и это. А я тебя вижу. А я тебя вижу, Вива, отвалилась стразинка. Господи, ты чё меня снимаешь? Кстати, у меня вышла маска в Инстаграме. Если вы ещё не видели, чекните в моём профиле. Когда новое видео? Моё? Угу. Я не знаю даже, о чём снимать. Чё мне снимать? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, о чём снимает Славя, он не знает. Вот мне недавно влог вышел с нашего путешествия в Грецию. Очень много тысяч просмотров набрал. Сколько? Двадцать. Да, да ты гонишь. Двадцать, прикинь. Серьёзно? Да, да, вообще много. Нифига. Ну, для моего канала это. Не, не, да, я вообще думала, что типа... Там оно идёт целый час, и... Ну, и все, кто смотрит, им так нравится. Правда? Да, да. Максимально, да. Кто-то там пару комментариев есть, что сказали, что лучше короткий делать. Ну, я не хотел разделять это часовое видео на два раза, тем более, учитывая, что я и так запоздал с выпуском этого видоса. Ну? Опять ты? Я? Каждый день, день. Да, я не знаю. У меня кто-то спрашивает. Я, кстати, выставила видос, где мы с тобой поцеловались в машине, и я заблюрила нашему целую. И мне пишут, зачем ты заблюрила поцелуй со Славой? Не знаю. Ну да, логично. А, тупо, да? Блин, я не знаю, просто я привыкла, что мы никогда, ну, не показываем, как мы целовимся, и все такое, фотки такие не выставляем, поэтому у меня на эту тему бзик, типа, надо поблюрить. Как будто бы этого нет в нашей жизни. Вообще ни разу не целовались. Ну, покажи статистику маски, повыпендривайся. Ладно, не показываем. Да, пи***. Ну, обнови. Вот это вот главное. Ну да. Ну, ладно. Учитывая, что это, типа, не бьюти-маска, нужно понимать, что это очень необычная специфическая маска, которая добавляет к твоему лицу вот глазки. О, покажи, да, давай, покажи. Вот такая маска, которая попала в раздел «Странные и пугающие эффекты». Да, да, да. Странные и пугающие эффекты, вот. И поэтому здесь немного всяких статистик по статистике. Нет, просто показов у тебя... Показов много, типа, 500 тысяч, а снимков около пяти тысяч. Это достаточно, ну, маленький показатель, учитывая, что показала людям полмиллиона раз мою маску, а сделала снимков всего лишь пять тысяч. Сделайте больше снимков, мои хорошие. Отмечайте Славу. Да, и вообще подписывайтесь на меня, что вы такие, а? Неактивные, это что такое? Вот я сейчас буду вас ругать, как резину, это что такое? Да, быстренько зашли, подписались на мой канал, на ютуб-канал, на инстаграм, на ВК. Послушайте, вы в курсе, что у Славы не хватает, сколько тебе там, 6 тысяч не хватает до 100 тысяч подписчиков на YouTube? Как так можно? Я его постоянно ругаю, говорю, выпускаю видео, серебряная кнопка, вот она у тебя в руках, ты ее уже на полку поставил, понимаешь? Он говорит, мне, я не знаю, что снимать. Да, мне 6 тысяч не хватает всего лишь. Ребят, 6 тысяч, всего лишь каких-то 5-6 тысяч. Всего, да, это видео посмотрит наверняка, ну, 200 тысяч точно человек. Ну что, 6, сложно подписаться, мои хорошие. Ну да, ребят, делайте мне приятно. Давай лучше сейчас скажем, если у тебя будет 100 тысяч подписчиков на канале, то мы снимем какое-то видео тебе на канал. Например, какое? Логично. Ну давай, придумай, придумай, давай. Ну давай, давай, давай. Да я думаю, но что мы можем снять? Ну, например, давай... Ну там... О, кукинг давай. Да, давай снимем кукинг, как мы бургеры делаем. Бургеры мы уже делали. Короче, ребята, если у Славы на канале будет... Точнее, когда... Когда у Славы на канале будет 100 тысяч подписчиков, мы снимем 2 кукинга. 2! Вася! Ты где такой наделаешь? 2 по цене одной подписчики, понял? Вообще чуть-чуть легко. В смысле, а какой кукинг мы снимем? Если мы с бургерами уже делали... А что, больше нечего готовить, Масик? Сделаем кукинг наши любимые салаты. Я сделаю свой салат, а Юля свой. О, давай вообще забатлимся вообще. Пригласим эксперта, чтобы он оценил салаты наши. Мой и твой, например. И какой будет вкуснее. Короче, мы не будем готовить салаты, мы приготовим что-то нормальное. И не бургеры, которые мы уже готовим. А что, что? Ну что, придумать нечего? Ну придумаем, пиццу приготовим. Да суть не в этом. Суть в том, что подписались быстро на этот канал. Быстро, быстро. Так что вот, будем сегодня, как только это видео выйдет, обновлять каждую сию минуточку, сию секундочку Славину страницу на Ютьюбе, канал его, и смотреть, как растут подписчики. Они же будут расти, правда? Пожалуйста. Вот. Но на самом деле меня просто бесит. Я хочу, чтобы у нас дома было две кнопки серебряные. Ну да золотой тебе еще хреначить и хреначить. Да, да золотой ладно уж. А вот серебряная, как твоя масочка. С блестками. Так что вот, вы меня поняли, хорошие мои. О чем мы говорили? О том, что все были счастливы, здоровы. Да, этим я и хотела закончить это видео. Спасибо, коллега. Сейчас мы пойдем играть в Borderlands. И это видео я буду демонтировать уже тогда, когда мы, наверное, поиграем в него. Либо демонтирую быстро. Ну, короче, посмотрим, как кажется, Леша уже 20 минут снимает. Все, давайте, пока. Люблю, целую, внимаю. Ждите новые видосы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, потому что я все-все-все-все читаю. Везде ставлю лайки. Не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И пользуйтесь нашими масками. Моя вообще бьюти, такой бьюти. С ума сойдете. А Славина просто эффект очень пугающий. Кстати, у меня очень скоро новая выйдет с нотками. Могу показать. Ну, давай, эксклюзив. У меня тоже скоро выйдет, но я не знаю, она пока какая будет, потому что мы над ней работаем. Скоро у Славы выйдет вот такая маска. Так, эта маска отлично подойдет для людей, которые хотят записывать какие-то каверы, либо там, ну, вообще классно для таких. Ну, в общем, вы поняли, у Славы все такое музыкальное, кроме той пугающей маски. Она просто прикольная. Она просто прикольная, да. Так что все, давайте, мои сладкие, хорошие пусечки-бабусечки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok